Всем привет народ, с вами AlexFresh Мы продолжаем проходить SnowRunner карту Yukon Как-то так Или регион Yukon Прям мы с нашим металлом Не знаю доедем или нет У нас тупо топливо осталось Минут на 9 от силы Это чертовски мало Прям капец как мало топлива Но если что снизу уже как-нибудь Попытаемся притянуть Главное что мы спустили металл А это и другие игры вы можете купить В моем магазине игры AlexTor Ссылка в описании Который нам нужен с этой горы Так стопе Заглушить Как думаете у нас тут спуск вообще будет Безопасно или нет а то что то как то Выглядит все это не очень если честно Ой 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 Не завались пожалуйста Потому что я к этому и не готовился Чтоб ты падал Угу Вот тут сейчас будет интересно кстати Тут не очень Участочек такой Тут кстати можно реально завалиться Прямо что покачивает активно Ух стремно 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 Поехали Просто с места не может тронуться Насколько нагружен что не может Тронуться с места Капец Камушки Ёлка привет Серьезно что ли нет точек крепления А если вот так вот типа нас хоть чуть-чуть прицеп сдвинет в сторону Отлично Блин камни прям идеально в повороте накидали Как знали Как знали что я тут буду ехать Так спускаться лучше потихонечку Мне груз терять тут совершенно не нужно Воу воу А у нас тут кажется прицеп хочет Баиньки Опа Только не говорите что я в эту долбанную ветку Уперся А нет просто задними колесами И все Нет не все А все Ладно Мне показалось что я ветку уперся Если честно Че там закатилось у меня под колеса Каменюка что ли какая то или что Я просто не понял Ого Минус 15 движок Ух Ух Так глушим Че от нас хочет дорога Дорога от нас хочет Боже то вообще куда ехать Наверх Налево И вниз Ну ладно В принципе Поехали Я подумал что там сейчас что то будет вообще непонятное Так Кстати тут по моему более менее тверденько А нет снова начинаем проваливаться Ой 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 Сейчас будем цепляться Сейчас будем цепляться И лебедиться не за что Придется именно прицеп Протаскивать как то Проще было там вниз спуститься Да и все Опасный момент На самом деле Чертовски опасный момент Не очень приятный И топливо заканчивается И я делаю все Чтоб лечь на бок Вообще то надо за морду подтягивать А не за бочину Бинго На самом деле груз еще с нами Если что А почему нет упаковать груз Хреново еще лежим все таки Чтоб тебя блин Сколько же проблем Думаю ну ладно Проедем тут Я мог там просто Наискость проехать И все Без каких-либо проблем Вообще Ну просто то есть Вы видите да Он вообще не хочет становиться на колеса Хоть на этом спасибо Я понял Это еще не все Нам надо Вытащить его Из Ёкарный бабай снова распаковал распаковал а тучи не дотягивает что ли давай морду туда цепану что ли не значит это цеплять как мне на колеса еще стать упаковать груз так знаете как мы еще сделаем мы сделаем вот так вот да ты нахрен прикалываешься что ли чё с прицепом не так чё он заваливается я блин вообще на излом иду в обратную сторону чтобы ему черт возьми было удобно тут проехать он просто творит непонятно что все минус топлива минус топлива но хотя бы с грузом и не нужно его упаковывать хоть что-то хорошее начало конечно у нас веселая ничего не скажешь ну что так не ехал что сейчас топлива нет вообще ехать не будет но нам еще сейчас в говно заезжать с камнями с любимыми камнями далеко ехать хотя нет вроде вон уже дорога рядышком 19 литров мы не доедем куда ты блин вон туда подальше можно на назад куда-то цеплять ты блин прямо за цепи дубина ну а можно в принципе так потянуть так хотя бы на холостом 32 хавает а там на газу конечно побольше не тянет если рулем не крутить давай 10 последних литров хоть немножко подтянись ну давай ну давай ну же до последнего мы будем ехать до последнего до талого давай еще еще рывочек давай детка ты сможешь мы не будем до того ехать мы приехали уже так где там это наша хрень в эвакуация принять тюнинг модуль бак 100 литров 100 литров бенза но не знаю она мышь можем к нему прицепчик приделать а толку от него проще взять какую-то бандуру и и пригнать ее с топливом так на анг у нас вообще нифига нельзя повесить а все остальное вот эта хрень типа едет но она очень неустойчивая я такой что вообще пригнал бы этот тягач но мы можем засадить по камням он точно не проедет нужна какая-то высокая дура а какая я хз f150 не кстати в баках много топлива но по моему там особо ничего не нагрузишь блин давайте купим посмотрим что там есть ним 60 литров 180 если я например куплю это чем могу дополнительно прихреначить это плюсом получается 280 а так 160 это чё еще еще топливо пипец его нагрузил так я понял полный делаем слушать это прям блин я не знаю как его называть ничего так топлива нагребли на него давайте автономку наверно воткнем автономка штука полезная так движок расход топлива просто дикий становится кстати емкость бака маленькая чё нам не хватало дури в нем не хватало да давайте попробуем че мелочится коробка заказная подвеска регулировка это продать и колеса какие-то грязевые нужны колеса цепи мне в принципе не нужны потому что наверх я не планировал на нем ехать так лебедка есть крыша воткнем свет мигалки да можно поставить пусть будут передний бампер козырек можно поставить наружные огни можно поставить так чё по выхлопу но конечно же этот два выхлопа у нас так диски диски есть покраска розовый блин не знаю оранжевый такой типа аля техничка мигалки разве что не походу сейчас будут дубасе до на автомате а я чё такое огромное тут стоит так карта чё мы делаем мы едем 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 далеко очень далеко едем мы едем вот сюда так мы тут можем начать присматривать уже место себе вот до сюда там посмотрим так карта чё у нас давайте 6 утра наверно воткнем ну чё как то еще нормально по расходу кстати мы неплохо так затарились на самом деле прям конкретно затарили его капец огромный капец у нас топлива топлива 1 2 3 4 5 6 7 8 9 канистр и вот тут вот еще что то есть 9 канистр это 180 литров и там еще полтос по моему или 60 было написано наверно полтос то есть стоимость агрил 270 стосят плюс 50 сколько хз сколько 230 нормально а полный подключаем понял ух ты у нас и коробка какая-то заряжена еще вдобавок ехать конечно долго сейчас туда нам придется но ничего не поделаешь на удивление еще как-то более-менее нормально ползет ожидал что будет хуже потому что что-то у нас по снегу вообще плохо ехал слушайте ну прям длиннющий получился у нас мух кузов удлинили за счет барахла всякого вообще шикарно блин мне нравится на таком тут можно ездить это прям тема реально прет единственное непонятно подвеска вот это регулируемая типа высокая ого сели типа высокая но не высокая написано регулируемая то ли чё такое по факту то нифига на не регулируется там воткнул она просто высокая и все на вы нажимаешь там ничего нету на на другой машине пробовал там ничего не было на вы поэтому тут я даже не смотрел можно конечно чекнуть нет и не вижу давайте выключим маячки наверно чтобы они перестали моргать не вот только непонятно стоит мне штурмовать реку или у меня нет ничего не получится может как бы направление дороги есть туда и как бы типа проехать вроде бы можно ух ты чё там такое-то зона для бытовок номер один погнали хрен с ним скорее всего мы застрянем но я хотя бы попробую камни тут кстати даже не крупные лежат так по-человечески еще накидали не как обычно кстати нормальный проезд на самом деле чё тут не катался а чё не катался потому что не знал что тут можно нормально проехать хотя может час фордяк нормально проезжает а что-то другое тут просто встрянет о фордяк стоит а то куда понятно за кирпичами ok а чё это такое вообще чё тут делать а доставить кангару бытовка это у нас сейчас там где-то миссия есть и получается что тут то же самое только у нас вот тут сюда кстати вот сюда откуда ее нужно изготовить ядрить колотить вот это прикол нам придется и делать а чтоб ее делать туда пойдут кирпичи доски а потом сюда еще отвези сто процентов я прям уверен в этом так что-то я уже понял что фордяк у нас нифига не едет прям странно как то он едет он не едет где-то проехал где думал что не пройдет а там где должен проехать он не проезжает главное что топливо сейчас привезем он снежок кстати лежит заправим все просто в улью все что есть и все и будет классно и все заживут счастливо и долго так искали надо выезжать не в жопу но так мне еще нормально ехать где-то на тачку просрал где она есть может я проехал а так мне ехать и ехать еще оказывается я думаю что то как то я так ужину проехал нормально ничего не видно мне оказывается еще ехать месяц туда оп камушек проехал 2 запаски а 4 запаски 4 запаски куча запчастей вся кофейня можно будет кстати вот ремонтировать правда не знаю зачем но со спуска зарылись так но тут лучше по правой стороне то все может плохо закончится поближе к деревьям так сказать кстати по воде наоборот нормально начал ехать на третье смотрите я заметил что он зарывается всегда на третьей передаче вот третья передача прям его ломает он постоянно третью втыкает третью втыкает на ней застриет и уже не может тронуться с места третья передача для него прям погибель какая-то что-то только сейчас подумал может мы зарываемся из-за мощности движка потому что мы же движок то вообще дурной поставили поэтому может нужно по нижайкой пользоваться кирпичики так а вот наш дружок только нам нужно как бы подъехать к нему еще как то дерево нас не остановило слушайте хорошо пролез так давайте заглушим заправить пом 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 так это есть все вылил можно с форда еще слить остатки все шикарно так все равно не едет надеюсь не из этой ветки я могу где-то прямо там что-то это словить о я могу вот так вот сделать конечно это будет тупо это будет на 2 секунды но хоть что-то сейчас оно от нас же сломается так потому что я прямо на него еду блин жесть вот это и заехал конечно эээ дерево ёпт я не хочу падать я не хочу падать ухты оттуда можно о отлично погнали двигаемся дальше да тут дороги конечно веселая вот реально нужен анг но ванки в чем минус то что это тупо военный грузовик больше нифига с ним делать нельзя какую-то мелочевку возить да и все она тот же краз сделали так что можно возить что хочешь капец нам нужно объехать сколько сюда заедем сюда заедем но потом сюда так двигаем двигаем потихонечку так надо на всякий случай любит ночь прицеп потому что я не уверен в его устойчивости в данный момент в этой ситуации пипец вот чё пошло не так скажите мне пожалуйста что пошло не так почему сейчас стало так сложно до этого уж так хорошо ехали везде никаких проблем сейчас просто раз и все и начинается страдание или просто кто-то не хочет чтоб я отремонтировал этот сраный мост а можно прямо а можно прям капец как я плетусь именно плетусь на лебедки учебе без лебедки делал бы я не знаю мы бы уже все бросили и плакали можно фары подрубить так по моему это предел да да судя потому что не тянет отлично вообще ухты блин а наклон хорош главное не завалить завалить можем вообще налегке это уже проверено ничего не помогает ни понижайка вообще ничего не работает только лебедка только лебедка вот тут как не спускаться по этим камням по траектории или же вот наискось лупануть и это будет побезопаснее или как и вот не знаю как не спуститься тут чтоб этом это говорю чтоб это было наиболее безопасно для моего груза короче давайте рулить просто потому что без рулежки он тупо не едет он просто стоит на месте без рулежки так кстати сейчас хороший вариант можно ли берутся к этому дереву и помочь проехать прямо себе можно ого так там ямка не хохо хорошая прям хорошая ямка тут наискось лучше проезжать чтоб не наделать делов неприятных так а тут можно наискось или я умру тут наискось в этом поле может по дороге как-то не хочу ехать хочется хоть чуть-чуть срезать хоть два метра несчастных я устал кирпич отметим отлично кирпич отметили река кстати но блин типа дорога шесть но на карте ну чё там вообще жопа а нам еще наверх подняться я не уверен народ я не уверен говорю сразу я на это не подписывался но мы едем туда просто потому что там дорога я бы тут как-то наискось лупанул и все а тут такое течение что сомневаюсь что это чем-то хорошим закончится как обычно в принципе потому что у нас бывают всякие происшествия интересные кажется мы зацепились да мы зацепились давай по чуть подтягивать наверное сейчас он резко отлетит вниз не не отлетел вообще супер мы тупо на диффе на понижайке всю дорогу ползем дефорсировали бедного white western star ну вы просто посмотрите на это вы просто посмотрите на это чё вы скажете чё вы скажете народ я например ничего хорошего сказать не могу про эту дорогу бабах ухты удачно переставила так я ничего хорошего тут сказать не могу булыжники огромные огромные булыжники и и хорошее течение все что нужно для того чтобы сделать две вещи застрять и опрокинуться ну возможно и плюс в том что у нас полуприцеп а может от веса ничего не получится ну в смысле перевернуться главное чтобы было мелко если будет мелко да течение будет где-то посильнее но шансов перевернуться будет гораздо меньше ого ну в принципе видите что уже происходит он пытается перевернуться но еще держится так что то у нас не хватает дури проехать по камушку блин я боюсь выворачивать сильно чтобы не завалить чё то надо мощнее надо чё то мощнее народ но не хватает его прям вообще не хватает ого хех дров сколько заготовили причем на прицепе что ли на легковом на легковом прицепе блин везде придется сейчас позаезжать точно туда тут просто что то есть вот тут мы щас круг почета сделаем просто чтоб миссии пособирать может я сомневаюсь что я потом сюда попрусь а слушайте так можно через забор проехать че мелочится то это хотя бы проезд нормальный что то прицепу плохо дергается офигеть смотрите 100 литров уже ушло уже ушло 100 литров ты представляешь мы нифига еще не сделали уже минус 100 литров все мы сидим мы сидим в лесу с вами все как мы любим ух ты ух ты вот это весело вот это мне нравится так ну по миллиметрам хоть будем двигаться или нет я понимаю что этот шланг лучше не трогать давайте давайте назад может назад получится по чуть-чуть хотя бы по моему назад вообще не едет капец еще пригонять что-то давайте краном пользоваться капец еще пригонять что-то давайте краном пользоваться так давайте это Продолжение следует... Блин, как опустить? А, R, F. Как-то так, что ли? Блин, в грязюке эта хрень не пашет. В грязюке эта хрень реально не пашет. Че, трактора ни у кого нет в деревне? А? Ни у кого трактора нет? Блин, заперся. Надо было просто поехать выгрузить, потом сюда переться. Зачем ты лезешь? Блин, везде подряд. Капец. Так, имитация понижайки. Нет? Еще бы понимать, типа, мы реально в грязюке застряли или мы в текстурах сидим. Потому что, возможно, мы в текстурах сидим. Ого! Хорошо сидим, раз прицеп даже двигается. А мы с места даже не сдвинулись. А, я див не подрубил. Так, я думал, что мы чувствуем. Ого! Хорошо. 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 как вариант отцепить прицеп как бы это не звучало прикол физика на высшем уровне я понял мне кажется мы уперлись вот в текстуру вот этой фигни у нас скорее всего тут граница у нее скорее всего большая прицеп ничем вместе с грузом поставим на колеса поэтому это такая вот фигня прямо чуть проезжает упирается вот в этот грязевой сугроб и все на этом все наши движения заканчиваются ну кто знал никто не знал что так будет но мы все ближе кстати к этой фигни подъехать но сейчас прицеп хоть как-то нас этот хрен пипец прям вообще же так имитация понижайки задом работает потому что задом понижайка хрен воткну давай нет надо помедленнее двигается по чуть-чуть надо реально выехать из этой грязюки только не назад ну назад мы не сможем потому что прицеп мешает и заваливать его сильно нельзя чтобы потом не пришлось грузить это все потому что топлива уже мало кстати и все равно стаскивается до вниз вот что делать с тобой а чё с тобой делать чё за фигня но двигаюсь прямо и четко в свою же эту фигню кстати можно по извращаться немножко активное движение за счет своего же прицепа как бы почему бы и нет туда не могу я могу вот так вот по идее блин до пеньков даже не хватает да кстати мы может можем это не тупо было да сейчас надеяться на такое вот куда бы я не ехал он все равно стаскивает туда к дому тупо к дому стаскивает надо что-то сюда спасательное гнать конкретное давайте грёбаный белаз пригоним где там белаз чему просто купили что ли у нас анг есть интересненько анг может и приехать кстати вообще налегке давайте так чтоб наверняка будем белазом ехать где он там белаз то как бы должен наверно проехать модуль кузова или седло или цистерна почему бы и нет нам бен всегда нужен погнали чтоб салон хороший по топливу кстати цистерна наверно не зря взял мне кажется на него там прицепы какие-то еще чуть-чуть за прицеп надо сразу чекнуть наверно чем можно там чем можно чем нельзя ничего нельзя ну ладно погнали посмотрим доедем не доедем будет интересно кстати но учитывая его высоту ух будет весело он прям по реке поедет бабах минус движок до рулёжка на высоте но ничего топлива влазит много а значит хорошо сейчас заправим но если он там сядет будет вообще жесть нужно вытаскивать нужно реально вытаскивать заехал просто принять миссию не собирался выполнять просто взять принять и поехать дальше чтоб потом прицеп не бросать не ехать без него или с прицепом не кататься типа по пути просто это реально было просто по пути но почему это так сложно в итоге капец он жесткий по подвеске едет крайне странно по движку я даже не знаю чем мы ему ставили не ставили тут какой-то один движок или фихи его знает да прям мобильная заправка топлива много входит кстати топлива вообще не знаю сколько входит ну-ка заправить две тонны ого так то неплохо две тонны кстати диф есть а полный неизвестно ух ты у него какая-то повышенная блин как тебе воткнуть то так но белаз тут проехал ну катерпилор фордяк тут застревал на повышенный конечно расход повышенный но зато удобней не будет останавливаться просто так капец камеру нужно побольше отдалять или как то вот так вот смотреть с края немножко чтобы дорогу видно было куда рулить на нем потому что вообще здоровая толстая штука на нем кстати о так давайте прицеп может с воды сразу вытащим тут рядышком будет вон он валяется как раз его нужно будет вытаскивать у него на боку на белазе будет вообще легко наверное смотрите у него задний привод переднего привода нет только по мостику нужно будет аккуратно чтоб не сдохнуть тут потому что могу улететь кстати мелко обнаружен чё так мы же как бы проезжали тут уже чё он обнаружен то водоворот прицепов кстати куда его вообще нужно какой фирме доставить к фирме какой на хрен фирме ну-ка у это по пути поехали братанчик погнали нет времени объяснять ты пойдешь со мной а до этого чё ты блин только когда газульку на нажал заглох вот падла вот же падла кстати он сейчас застрянет под мостом под сраным но попытка была хорошая чё ну-ка давайте еще раз дернем вообще шикардос что ты такое доставить как раз нужно туда куда мы едем что может быть лучше давай на колеса может встанешь и говно кусок не надо этого делать а сейчас подъедь за цепи его теперь какие-то особенные обычно нельзя только на лебедку сейчас все равно прокинется пока будем ехать это можно подтянуть поближе слушайте нужно подумать что нам делать сейчас но тут по сути можно было переехать к этому берегу вот сюда то ли куда я там смотрел а сюда а мы сюда и так едем короче нужно как-то вот это объехать тут по-любому должно быть глубоко нифига время сколько давайте 6 утра чё по фарам по фарам нифига хорошего понял так давайте нашу понижайку хотел сказать повышайку воткнем не хватает аааа отцепился надеюсь не бревно опасный уровень воды ух ты кто-то у нас оказывается водички боится причем вот как бы воздухан забор воздуха стоит а у нас тут типа вообще по коленка воды и и он уже ругается будет смешно если мы утонем реально когда будет вот на уровне воздухана это будет крайне тупо на самом деле gold horse mining золотая лошадь шахта так смотри то есть мы можем направо еще уехать сюда и к кирпичному каркасу сюда выбраться и тут по говном проехать там где мы застревали страдали очень далеко очень далеко очень далеко едем если что поищем что-нибудь поближе колеса сами направо поехали что-то хочу поближе поискать то слишком далеко ехать не хочу туда вообще рыпаться даже мне кажется он будет плохо по реке ехать мне кажется он будет плохо по реке ехать такой специфический транспорт как по мне огромные булыжники там а тут какой то заводик маленький заводик только что там есть непонятно но потом я думаю мы узнаем рано или поздно потому что такие вещи обычно просто так тут не делаются в игре вообще похоже будто гараж второй о это прицеп наш на наш белазик смотрите но потом все равно за ним приедем сейчас нет смысла ехать потому что ему нечем цеплять да там здоровые камни валяются по идее вот где то вот сейчас уже а еще ехать и ехать где то должен быть мост так отсюда сколько нам ехать отсюда ехать как бы но в принципе можно в принципе можно ну как сказать можно если быть точным попробовать можно там моста тупо нет все перегорожено скорее всего глубина что давайте в воду лезть главное чтоб прицеп наш не опрокинулся а он опрокинется он опрокинется куда он денется конечно же опрокинется прямо сейчас по моему опрокинется мне кажется главное успеть за это дерево заехать чтоб если чё он в него уперся или мы щас опрокинемся еще интересно нас течением снесет все один камушек и все слушайте так мы так далеко не уедем на нем на хрена нам этот белаз если он не работает капец слушайте но для него это прям испытание капец кстати фордяк недалеко знаете че мы щас сделаем мы щас короче это дело подтянем к себе этот сраный прицеп будем щас пытаться двигаться максимально вперед и нам возможно на форде хватит топлива подъехать сюда каменюка давай назад тупо не может наехать на камень нам нужен форд надеюсь на нем есть еще чё то 17 процентов топлива 25 литров ого ну давай спаситель ты наш уже одну тачку спас может еще одну спасет хотя с таким расходом неизвестно ну ничего сейчас попробуем нам главное подъехать мы сможем его заправить да и все тогда уже спасай сколько влезет так я не туда подъезжаю вот сюда нужно нам просто хотел протянуть его по булыжникам там дальше если чё подтянем ага не хватает ну газуй хотя бы что своими силами тебя что ли тянуть белазик белазик не не вариант туда поближе подъеду хоть заправимся что ли на халяву на я понял ой 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 ну ему есть чем заправиться реально поехали поехали сюда чуть-чуть наверх так заглушить карта так ну может надо было пикап подогнать типа за него подцепиться и как-то типа этот с его помощью с места хоть как-то сдвинуться то есть чтобы он вперед нас потянул что ли о какие-то телодвижения пошли и чертовски хорошо не переживай прицепчик тебя мы вытянем если ты сейчас на бок не упадешь в это уже сраный так заправить самого себя вот полный привод ему воткните будет просто проходимость конфета вот может но ему пипец как сложно кстати походу проще направо сюда уйти сейчас у меня аж воздух поднимает ну то есть особо фордяк не помог в целом типа помог себе сам если быть точным сейчас набор завалится ну и че кто кого я думаю что прицеп первый сдастся давай просто вырвись отсюда и все прямо вооооо пофиг даже если на боку увидишь мне на срать я тебя вытащу прицеп то нелегкий на самом деле тут и не пойму колеса шлифуют или на месте стоит типа текстура якобы они едут есть но она прям на месте что с тобой не так наконец-то отобразился на помочь без вас выехать застрял на ровном месте кстати а или нет или да нет наверно нельзя хочу газулька у нее не включена как его вытаскивать если у него газулька не включена но почему ты блин перестаешь подсвечиваться назад пытается ехать вперед вообще по колеса уперлись и стоят о да схема про которую изначально говорил оказывается рабочие так как надо убирать и как надо убирать нафиг куда-то чтоб он не мешал а на той фигне мы сейчас будем ехать и это будет долго это будет неприятно но это будет возможно нифига я уже застрял прикольно на ровном месте будет смешно если его на бок еще завалю это будет вообще жестко так давай поближе наверно чтоб мы тебя не потеряли нигде еще сейчас посмотрим или пикапом придется вытягивать или не знаю что делать но мне кажется он сейчас сядет нахрен по самое не хочу сядет поэтому я такой поближе к деревьям на всякий случай типа высота хорошая но как-то он по камням через реку с горем пополам проехал и ну вот сели отцепился поехали очень странная техника но прям пипец какая странная техника он там может сесть там где western star у нас сидит этот может сесть вообще на изи учитывая как он ездит учитывая как он ездит он пипец какой-то на колесах именно пипец на колесах не хватает полного привода цены по-моему не было и высота маленькая кажется огромная но высота по факту вообще ее нет меньшему пикапа у нашего но пикап кстати вообще четкий он нас сейчас реально два раза выручил давай куда-нибудь просто и поедете все для него булыжники это вот вот прям вообще это страшно вот именно страшно для него эти булыжники там прям опа перебор вот это нормально так ну ладно тогда хоть поближе подтянем раз на то дело пошло он даже ехать пытается нечего нечего сейчас телегу довезем будет плюс одна миссия выполненная причем по сути миссия легенькая типа на самом деле прицеп вытащить было тяжело ну должно было быть тяжело но так как мы приперлись за ним на этой хреновине то как бы вытащить его было легко а вот довести его так как у нас нет моста потому что зажлобился вести металл там где его легко достать взял из самого сложного места начал вести поэтому у нас столько проблем сейчас реально мы могли и без этих всех проблем все сделать вот опасный уровень воды каким хреном смотрите где шноркель где у нас смотрите где почему опасный почему опасный скажите мне пожалуйста я не понимаю я походу тупой слишком или чё ну нет опасного уровня слушайте а мы ж тут реку наверно не переедем что то я сейчас подумал учитывая как он по камням плетется мы ж не переедем там походу хотя камни были там небольшие но нет уверенности просто нет передние колеса ведут себя так будто это прицеп вообще ни в какую никуда да блин ну вот же дерево стоит вот вот хватает линии чё он не дотягивает скорее всего по асфальту должен ездить они по тем местам куда его запряг давай поближе нам еще много на самом деле валить но зато топлива тоже могу у нас хоть в чем-то плюс офигеть своим ходом двигается жесть то уже как праздник прям какой-то своим ходом едет и прицеп на горку тянет я начинаю в него верить я реально начинаю верить хотя мне не хочется в него верить но я начинаю в него верить он пытается он пытается что-то хотя бы сделать уже снова может у него что-то и получится сейчас всем дерево вот и не въедем который нас может остановить капец просто капец что творится вообще непонятно адская просто езда именно адская но ползем уже как-то но ползем капец кстати много уже проехали так надо в жопу эту сваливаться потому что мы потом не повернем ого а чё так мешает а прицеп наш мешает так я думаю нужно чуть назад сдать ну что фиг впишусь сюда наверно понижайке буду ползти через водичку тем более на понижайке чё вылезем не вылезем или сдохнем сейчас в этой луже короче типа выехать по идее можно но я думаю что нужно облегчить свои страдания слушать я чё на ручнике ехал или нет с ёлки что-то посыпалось с ёлки что-то посыпалось нифига меня воротит давай 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 потихонечку потихонечку ну а мы уже к воде спускаемся почти спускаемся он тупо сам по колее едет не сейчас сейчас уже не сам да капец я налево руль он наверх прет так ну чё ну чё чё сейчас будет я не знаю чё сейчас будет но сейчас будет чё-то жесткое ах было не было давай 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 по чуть-чуть по чуть-чуть тонет тонет Ого, сносит течением уже С прицепом-то ему сложно Но немножко осталось В принципе, можно даже если что налево свалить Если он сможет Нам хоть куда-то нужно двигаться В любую сторону нужно двигаться Хоть вниз, хоть вверх, хоть прямо Только вниз не жопой Если что То вдруг он меня не услышал Прицеп, кстати, может поплыть в любой момент Блин, реально рулежка пашет Хоть два метра, но проехали Камень перед передним колесом мешает О Нет О, пошел, пошел, давай, давай А, это прицеп этот наш Ну я туда прямо целюсь Думаю, что там я зацепил уже Надо назад сдать Безвыходная ситуация Еще назад сдам Подрублю понижайку Ого Хорошенечко провалился Могу сейчас утопить Белас Чтоб тебя Не делай этого Пожалуйста, не делай этого Ты не можешь так со мной поступить Ой, нет Прицеп не надо так тянуть Там дальше он видно, что есть помельче Но Слишком сильно назад спустился Это было моей ошибкой Нужен спасательный круг Под названием Ford F 750 Чтоб его Он спасет нас Он спасет нас Джон Он нас спасет Наверное Сейчас проверим Спасет, не спасет ХЗ Третья передача Остановились на третьей На третьей у него какая-то прям этот Ходовая, так сказать Постоянно на третьей ездит Слушайте, ну где все застревали Мы прям прем Прям прем Должны встать Как минимум на второй передаче Давайте лебеднемся Чтоб Сэкономить время Потому что Возможно Сейчас мы увидим Как по реке проплывает Белаз Ну так Случайненько Такое бывает в жизни В принципе Не сильно Частое зрелище Поэтому Такое можно увидеть Раз в году Примерно Полный Что-то я вырубил Ну а там По течению Проеду я или нет Не знаю Я не знаю Так За жопу Оп Все Поехали За жопу Вот эта рабочая схема Шикарная Просто Пользуюсь Во всех Спинтайрисах Везде работает Слушайте Хороший подъем Реально Все буксовали Даже Фордяк О Фордяк Пошел Потихонечку Пошел Капец Я тут накатал Именно Накатал Всего подряд Так Ну тут уже Фигня Осталась Вроде бы На месте Стоит И прицеп На месте Главное Чтоб Когда я подъеду Чтоб прицеп Не лаганул Не улетел Никуда Потому что Мы его потом Долго будем ловить Ну хотя По факту Можно сделать Рестарт И нормально Довести его Но Как бы Раз мы Уже тут Хочется Довести Дело до конца Так сказать Так же Чуть лебедка Перестала работать Да На понижайке Едет Уверенно Потихоньку На автомате Шлифует Слишком сильно Но по камням Я думаю Лучше на автомате Проскакивать Нам это Жизнь спасет И белаза Наверное Белаза Немножко Подтянуть Нужно Ух ты Блин Приветик Сейчас проверим Ого Слушайте Ну не знаю Прям Сносит Сильно Сносит Прям Капец Как сильно Но он Проехал Он Черт возьми Проехал Так Родной Мой Погнали Нет А если Вот так Вот Рабочая Схема Рабочая Схема Поехали 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 Но тут Как минимум Мы уже Мышку потерял К дереву Можем Прилебедиться О боже Что происходит Я понял Надо срочно Убрать Фордяк Иначе Будет Хьюстон Ого Фордяк Капитально Сидит Уже Фордяк Не знаю Куда Сюда Ближе К лесу Подгоню Чтоб Такое Был Рядом И чтоб Не мешал Отлично Снова Не работает Ни хрена Давай Поехали Хватит Втыкать Вообще Намертво Сидит Постоянно Да нифига На лебедке Даже не едет Ты что Прикалываешься Что ли Чувак Поехали Хоть куда Нибудь Вот Камни Это Прям Вроде Блин Карьерный Грузовик Но Камни Для него Это Просто Страх Че Он будет Тянуться Или нет Прицеп Сраный Я шо Сколько Тянул Лебедкой Лебедка Походу Не рабочая Сейчас Нужно Будет Еще Тут Тягач Сраной Выдернуть Надо Чтоб Груз Не Завалился Там Все Надо Как-то Аккуратно Ой Кажется Зря Я в колею Заехал Или нет Как-то Непонятно Одна сторона Проваливается Вторая Нормально Едет Спорная Ситуация Блин Вообще Я не понимаю Что тут Несется Зачем Мне это Все Зачем Я это Все Делаю Зачем Мне это Все Усложняю Ну Че То Прям Вообще Нереальное Происходит Надо Я довез Этот кусок Дерьма Че Мне Делать Погнали Задом Через Огород Ну Прицепчик Какой-то Под лодочку Что ли Или Не знаю По что Я хоть Заеду Сюда Задом Или нет Или Сейчас Сломается Колесо Об забор Прицеп Надо еще На колеса Поставить Может Прицеп На колеса Не понял А че Я не могу Его сбоку Цепануть Странно Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо я хочу я делаю если честно но все под контролем все черт возьми под контролем так тут надо подровнять немножко да все четко пипец как все четко кстати нормальная ситуевина нормальная ситуевина так так то ухты назад кстати активно начал как-то копать я могу за жопу зацепить нет нельзя опрокидывать и не хочу просто грузить вручную все это дело поэтому я хочу как-то максимально изощренно все это пофиксить так сказать так а нам походу надо мордой толкать у нас морда подходящая для этого дела давай попробуем главное чтоб на обратную сторону не опрокинулся давай я понял я вас понял так карта нам нужен форд без форда не вымешь рыбку из пруда как говорится форд решает любые ситуации нужно что-то порешать жизни пожалуйста берете форд и все в жизни у вас будет решено капец он ползет по этим говном где просто умер вестерн стар вот она фордовая сила ой 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 я понял вестерн стар надо чуть-чуть вперед проехать а теперь можно пересесть обратно так фордовая сила какого хрена происходит не понял я не понимаю как прицепу нужно подъехать чтобы отсыпануть так как мне нужно да фордичок ползи по чуть-чуть о полегче полегче блин да снова то же самое делать да ты прикалываешься что ли чё ты хочешь блин от этого вестерн стара бедного прицеп просто возьми и стань на колеса чтоб тебя постоянно пытается лапой встать ему на раму на хрена просто на хрена одно и то же давай чтоб тебя говно наконец-то кушай с булочкой так зацеп ух так так белос товарищ белос сюда иди сюда сказал чё ребятки нет а он заглох уже может заглох за это время так а за морду не зацеплю да только за бочину да в принципе насрать если не опрокину конечно а я опрокину мы будем по чуть-чуть там уже и форт мешает все как надо реально кстати форт нормально мешает час на заморду цеплять но другое дело сейчас кабину сломаем вместе с рамой оу я понял форт надо куда-то присрать в другое место да вообще просто заехал выехал кстати на заправить его и себя тонна еще осталось офигеть в текстурах застрял смотрите как цепляется просто ладно попробуем выехать но придется чем-то наверно буксировать кстати ночи снова начинает тупить игра давайте поставим день он уже сам поехал капец тут наворотили жесть просто просто жесть что тут наворотили все равно ехать не может так заглушить поехали к странному мосту и все больше ничего не хочу знать про эту местность нет стоп как не яйца до выехать понятно ну его в жопу просто но его в жопу надеюсь мне эта лодка не помешает спасибо так тут поеду прямо через забор потому что это будет гораздо проще я так думаю ну что и в камни не залазить и в эти говна не залазить в которых можно застрять а мы все равно залезем походу а ну тут столбы есть можно лезть кстати тут едет надолго ли давайте сюда направо все равно там нужно будет запас для поворота а можно было тут налево уйти ну фиг с ним на асфальте точно проедем были нахренеть ферма просто охренеть а куда дорога ведет заправка надо же надо же заправка тут прям рядышком прикольно с прицепцы поняться повороте все полное можно гасить можно просто ехать фух болен капец я туда направо не поеду на пикапе заедем сейчас не хочу туда ехать хочу отремонтировать долбаный мост просто чтобы можно было тут ездить смело да вы сейчас серьёзно фух я сейчас уже подумал думаю охренеть они еще сделали что только с одной стороны ремонтировался 5200 боже какой кайф просто кайф где наш форт поехали поехали миссии чекать и чё еще делать не знаю что делать в миссии чекать и потом нужно будет заехать туда на на бытовку посмотреть что вообще от нас хотят потому что понимаю что не забрать нужно нужно изготовить а изготовить нужно знать из чего изготовить ее что не хотят доставить в гору доставить к дому мистера стивенсона прицеп платформа вот этот ох ты ж срань прикольно далеко на самом деле а то есть и деревянные доски можно брать не угодно но прицеп доставить а так тут типа два в одном походу типа вот есть прицеп и все и готово и поехал или не так блин давайте прицеп отсюда хотя бы вытащим из этих говен хотя а нужно их отсюда вытаскивать где мы пересекали тут пересекали слушайте как вариант вариант надо вытаскивать сейчас вытащим потом отвезем этому стивенсона сраным хотя f-150 скорее всего не возьмет этот прицеп потому что нас там по моему были какие-то непонятки с f-150 о этот f-750 прицеп да но хотя бы немножко я его отсюда этот тарабаню только не завались прошу тебя это выглядит крайне стремно нужен другой скаут получается от скаут не подходит ого надо аккуратненько тут я очень короче до асфальта дотяну чтоб он там валялся потому что отсюда тащить туда его это будет самая настоящая жепа так пенек один пенек один значит мы можем сделать как-то ух ого стукнул как как-то вот так мне кажется даже вот так вот можно на лебедке притянуть его туда все отлично так погнали эту миссию примем посмотрим что у нас тут такое ого потерянный по пути груз найти тачку притянуть и что-то отремонтировать так хорошо теперь чего у нас по основной миссии было мне нужно сгонять на основную чтобы понимать что происходит потому что все понятно вот основная оставляет много вопросов кстати нужно будет грузовик как-то этот или на мосту запарковать кстати на мосту нормальный день запарковать ну-ка там крайне хреново стоит и неудобно на мосту сейчас запаркуем будет шикарно никому мешать не будет четенько с такого расстояния не пашет да погнали погнали к бытовочки на заводик кстати сейчас заодно заправимся хотя у нас по-моему с собой топливо есть тогда можно не заправляться или заправимся чё там улетела пружина походу наша которая засветилась она наверное улетела на все есть отлично так дорога одна ли тут было раздвоение не она капец где вообще катаюсь непонятно чудо должен найти непонятно но смотрите разведку кстати можно сделать оу так я не туда поехал а это железная дорога судя по всему здесь кирпичи наверху шикарно и металл наверху еще лучше и возможно какая-то тачка плавает так ну поехали фиг с ним кстати по железки нормально можно было проехать прямо на завод но раз поперлись сюда попремся сюда ползет ползет давайте лебеднемся наверно чтоб было полегче обратно наверно будет проще по этому ехать как его зовут по железке чё такое камушек под колесиком мы проехали ну кстати уже живее идет думал бревнышко нас остановит тут кстати нормально более-менее идет там самом начале было плохо тут как-то ну ползет потихоньку блин по железке вообще шикарно смотрите она вся целая по ней точно можно нормально ехать а где чё я тут чё-то видел а где чё я тут чё-то видел наверно камни так были отмечены на карте может там ничего не видно просто думаю может запчасти типа тачка какая-то ну он чё-то вдалеке непонятно это скорее всего камень такой кривой капец сколько мне по этой фигне ехать я всего два метра проехал где там железка я поехал по железке народ будешь простите но по дороге я не хочу ехать ну и в жопу эту дорогу мне кажется по железке будет проще если конечно возможно возможно ухты миссию нашел сходу а тут и дорога прям есть дорога наверх а ну да что за миссия давайте посмотрим завалено чтоб тебя упавшие камни ну конечно на железнодорожной пути упали эти камни помоги расчистить завал чтобы вновь открылся проезд и сюда нужно что-то привести конечно же так упавшие камни расходники x2 ну-ка следить а вот так вот просто кстати расходники вряд ли мы где-то можем брать но в том плане что только со склада потом выполним ну кстати не зря подъехал реально не зря подъехал просто теперь знаем что проехать нельзя я сразу собирался поехать такой думаю о классно сейчас тут время сэкономим зараза завал они по ходу знали что так вот кто-то будет ехать как я задолбается и подумает сейчас я поеду по железно по железной дороге и на тебе а по ней не проедешь нифига я остановился нифига я остановился что то есть там не знаю что но деревья видно валяются в воде это хорошо ну ползем как то ползем обратно конечно будет не так легко и нам грузить некуда весь этот хлам и мы еще кстати даже не были на второй карте без понятия что там вообще творится пока с этой пытаемся разобраться о давай по чуть-чуть по чуть и поехали по моему активней стал можно автомат подрубить кажется зря у тебя вроде ползет почему я в завал не уперся и тут налево не съехал почему я назад поехал что за фигня поэтому почему я об этом не подумал кто мне скажет блин вообще не вижу куда еду так надо время перемотать это сейчас начнутся снова тормоза ооооооооой какой цвет какой цвет а не зря походу заправился потому что топливо нормально тратит эта дорога и она явно не из лучших и она явно не для Белаза я не знаю что там на Белазе возить потому что тут прицеп желтый явно для него был сейчас нужно хотя бы список по бытовкам составить хотя может там по миссии можно понять или нельзя едем узнаем асфальт асфальт самый настоящий асфальт народ это же асфальт заправка где-то там ага заправка а может тут кстати асфальт может под ногами вместе с камнями не грязюка видно грязюка давайте автомат сейчас на лебедочке выскочим причем по-быстрому так вот асфальт все можно ехать фух не прошло полгода боже какая свобода прямо ангар загрузка в ангар бытовки нужно таскать интересно тут а есть дорога он вывез отлично и че такое 4 плиты 4 говна капец сколько всего много всякого хлама по ходу реально придется записывать так нам нужно будет кстати но понятно я вас понял товарищи я вас понял все как мы любим давайте наверно все-таки до бытовок сначала проеду что-то еще есть туда стоит заехать может миссия какая-то давайте задом туда проскочим быстренько но не габарит магазин прицепов нужно нам не знаю даже даже не знаю я задумался думаю нужен не нужен где мы вообще находимся чё тут есть выдачет наверху еще а это же самое наверху железная дорога дальше куда-то ведет погнали по железке а стоп мне сначала сюда нужно подъехать узнать сколько бытовок она бытовка 1 но все равно подъехать бытовок нет отлично погнали по железки там щас ног это говняная дорога будет по железке мы хоть нормально доедем ой или не совсем нормально но скорость явно выше травы чуть не хватает тут слушать я хоть не опрокинусь тут нифига пустая местность какая тупо поле прям именно поле какое-то нифига тут просто нет да ладно погнали и как туда попасть а дорога есть если через железку перееду ну давай чтоб тебя огромный пикап но не может переехать через железку так третья запчасть непонятно чего конечно лаз ну ладно какой-то лазовский движок слушайте прям вообще шикарно что по железке поехал мы запчасть нашли и не поехали по болотам по тем которые внизу то прям то что мне нужно на тут походу придется налево уйти на давайте как-то налево двигать кстати на полном природе намного легче повернуть на заднем хрен повернешь завальчики какие-то как эта фигня там но тут с обычная говнюка будет скорее всего тренировка по ручной разгрузки приветствую сегодня у тебя будет задание с помощью погрузчика к или крана загрузи на платформу палет с бочками принять но следить не будем пока что что там по бытовкам скажите мне пожалуйста бытовка один грузовой контейнер и деревянные доски x2 понятно 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 ладно народ думаю что на этом закончим нашу серию надеюсь вам понравилось не забывать подписан на мой канал все ссылочки будут в описании под роликом но с с вами был алекс фреш и всем пока пока